Утро 2 мая началось сообщение о минировании двух университетов – Оно имени Мечникова и Политехнического университета. Далее Гори Минер решил продолжить свои несмешные шутки и сообщил о том, что заминирован и Дом профсоюзов. Таких сообщений за день поступило два, но, как и следовало ожидать, все сообщения оказались сложными. Все движение транспорта в центре города, а также около Куликова поля было перекрыто. К Дому профсоюзов пропускали по несколько десятков человек, чтобы избежать излишнего скопления народа. Но все равно не обошлось без истерических лозунгов. Всего за день правоохранители задержали 14 человек. Один из них пытался пронести на Куликово поле мачете, но металлоискатели были явно против такой инициативы. Также стражи порядка выявили два факта незаконного оборота наркотических веществ. Все остальные правонарушители – мелкие хулиганы. Да, были некоторые лица, которые нарушали общественный порядок именно в месте проведения панихиды на Куликовом поле. Ну, или в нетрезвом виде себе позволили явиться и повышали голос, или не реагировали на замечания работников правоохранительных органов, были задержаны. В отношении этих лиц они будут, наверное, притягиваться не наверно, а точно к административной ответственности. Всего Куликово поле посетило около полутора тысяч человек. Большинство из них приходили просто тихо и мирно возложить цветы. Правопорядок обеспечивало около двух тысяч полицейских и военнослужащих национальной гвардии. Губернатор области также находился на месте практически с самого утра. По его словам, принятые усиленные меры безопасности оправданы. Мы должны четко себе отдавать от счет, что только в спокойствии в мире мы в состоянии построить страну. Нет, мир не знает примеров строительства государства в войне, в расприях и в каких-то никому не нужных, самое главное, исключительно для телевизионного шоу скандалов. Уже вечером на Греческой площади священники всех конфессий провели общий молебен. Место выбрано не случайно. Именно здесь произошли первые столкновения с куликовцами. Именно здесь была пролита первая кровь и погибли люди. В конце дня были подведены итоги. В целом, годовщина 2 мая впервые прошла без столкновений. Мелкие скандалы можно даже не считать. Так что есть надежда, что 8 и 9 мая пройдут также спокойно. Ведь усиленный контроль улиц Одессы и области продолжится до 17 мая.